Я думаю, это в первую очередь зависит от культуры и от воспитания тех, кто это делал. И на сайтах, да иногда и в средствах массовой информации проскакивает, когда вот читают, извините, тот город, где жить не хочешь, ну не хочешь, не живи. Ну возьми и выйди ты из этого города, ну никто же тебя не держит. Хотя и нигде тебя скорее всего и не ждут. Кому ты где нужен будешь. А вот то, что сегодня происходит, ну это еще раз говорю, это культура, это воспитание. Ну постараемся, мы конечно сейчас и дам задание, взять это все убрать, но хуже-то другое. Вы посмотрите, что в России вообще творится. Кресты пили, кладбище разрешаем, могилы. В стране, которая победила фашизм, свастику рисуем. Вот, ну признаюсь вам, перед первого сентября, перед началом проведения вот этих мероприятий по празднованию победы во Второй мировой войне, с 7 часов утра работники контрольной инспекции объезжали город и смотрели, не появилось ли где свастика. Ну до чего же мы дошли-то? Я еще раз говорю, ну не нравится тебе, говорю, ну возьми да уедь. Езжай там, где тебе лучше кажется, что это. Хотя, если честно говорить, вот те люди, которые несколько лет не были и сейчас приезжают, отзываются о чте, ну столько положительных там, положительных. Ну вот возьмите наших соседей, город, который намного экономически богаче, намного крупнее, тот же Иркутск. Я в мае месяце был, но у нас дороги лучше, чем у них. У меня водитель говорит, Адон Мич, если бы только у нас были такие дороги, вас бы уже, наверное, в средство массовой информации грязь втоптали до конца. Водитель, вот не верите, ну выйдите, вот сейчас это спросите водителя. Центр города у них значительно хуже выглядит, чем у нас. Это без хвостовства. Но иркутяне больше любят свой город. Ну видимо, все-таки вот наши глубокие корни, то, что уходит в процесс заселения, когда многие сюда пришли звеня кандалами, оно из нас генетически неизгладимо остается.